Одной из главных тем повестки дня 46-й сессии собрания депутатов городского округа город Хасавюрт, в котором принял участие депутат Народного собрания Республики Дагестан Висампаша Ханалев, стал отчёт начальника отдела Министерства внутреннего дела России по городу Хасавюрт Арсена Гусейнова за 2016 год. За истекший год на территории города было зарегистрировано более 730 преступлений различного характера, из них 543 раскрыто. Активно ведётся работа по пресечению в среде несовершеннолетних реализации и применения наркотических средств и психотропных веществ. Начальникам отдела были озвучены данные о проведённых мероприятиях сотрудниками правоохранительных органов по поддержанию общественного правопорядка за прошедший год. «Были проведены в 2016 году всех лучше указанных мероприятий, где на обеспечение безопасности было включено сотруднику отдела, не допущено ни одного факта совершения преступления про нарушение чрезвычайного происшествия. Проделан личным составом работы по обеспечению безопасности в период проведения выборов и вот этого Государственного Думы отмечено. Благодарственные письма». Анализируя доклад начальника городского отдела, заместитель прокурора Хасавюрта Магомед Мажетов обратил внимание на усиленную работу сотрудников полиции по борьбе с экстремизмом и терроризмом, но выразил необходимость активизировать работу по профилактике правонарушений и преступлений среди подрастающей молодёжи. Также Мажетов заметил, что по сравнению с предыдущими годами тенденция увеличения роста преступности связана с зарегистрированными преступлениями небольшой и средней тяжести. В свою очередь, заместитель главы администрации по идеологии общественной безопасности Хайбула Умаров отметил положительную динамику совместной работы полиции и администрации. «Насчёт безнадзорности хотелось бы тоже. Та же самая профилактика, безнадзорность, те же попрошеки, которые сегодня у нас в городе, это другой момент. Ну, здесь сразу затронули по участковому полномочию. Городским отделом совместным мы как раз так выделили, администрация, вернее, выделила несколько помещений, это в разных микрорайонах города с охватом двух зон». По мнению депутата городского собрания и старшего тренера спортивной школы Абакара Абакарова, главной бедой общества является увеличение преступности и правонарушения среди несовершеннолетних детей. Необходимо своевременно проводить эффективную воспитательную работу в школах, спортивных залах с привлечением родителей, сотрудников полиции, тренеров. Именно усиление профилактических мероприятий может предотвратить детскую преступность, отметил Абакаров. «Необходимо активизировать работу добровольных заружин, общественных организаций и о поддержке работы сотрудников отдела Министерства внутренних дел. В основном считаю работу отдела полиции удовлетворительной. Я хочу пожелать дальнейших успехов в работе на благо больших гордон, горожан. И закончить свое выступление, хочу словами Саид Башидарбов, и у человека не смогут нас успокоить до тех пор, пока мы не обеспечим максимальную защиту наших горожан от угрозы терроризма и экстремизма». Предложением вовлекать уполномоченных участковых полиции в работу по выявлению административных правонарушений в ходе рейдовых мероприятий выступил член административной комиссии Эльмурза Девлетов. По итогам выступлений депутат Народного собрания Висампаша Ханалиев отметил активную работу депутатского корпуса города. Быть в курсе, в каком направлении необходимо усилить работу, вносить предложение и проявлять заинтересованность в благополучии города, по мнению Ханалиева, является главной задачей в деятельности депутатов. Далее слово было предоставлено главе города Зайнудину Акмазову. «Все вопросы, которые я хотел поднять, той или иной мере здесь подняли. Отмечая большую работу отдела полиции по городу, ту работу, которую они проводят по обучению правопорядка, защиту интересов граждан, борьбу с преступностью, с экстремизмом. Я бы хотел, конечно, акцентировать ваше внимание и начальника полиции на действительную эту службу участковых инспекторов. Это наиболее близкая для администрации, для собрания служба, которой мы должны вместе работать». В продолжении сессии были рассмотрены вопросы по утверждению плана работы самого собрания городского округа город Хасаверт, который был принят с учётом внесённых предложений и замечаний. Кроме того, были рассмотрены вопросы утверждения состава президиума и постоянных комиссий собрания депутатов городского округа в новой редакции, положения об управлении образованием администрации муниципального образования городской округ город Хасаверт в новой редакции и утверждении норм убираемой площади при дневной уборке на одного рабочего по городу Хасаверт. Зарема Хайбулаева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».